Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Эта поговорка в прямом и переносном смысле как никогда актуальна. Бесхозные дома, заросли бурьяны, нескошная сухая трава, а самое главное – бесхозяйственность и равнодушие людей могут стать причиной серьёзных последствий. Хроника пожаров в соседних регионах, да и в области, напоминает сводки боевых действий. Эта мысль стала лить мотивом сегодняшнего совещания по противопожарной безопасности. Глава городской администрации Олег Гусынский принципиально озвучил свою позицию. Сегодня мы находимся практически в военной ситуации, о чём вчера Василий Кузьмич опять же говорил. Пули только не свистят, а ситуация военная. Вы видите, что происходит у соседей у наших, какие ресурсы задействованы, какая техника задействована и так далее, и так далее. Поэтому пока у соседей квартира не загорелась и дом, у нас, к сожалению, понимание многих отсутствует. Печально сеет, что люди при больших должностях, при больших погонах, многие, к сожалению, и депутаты, гражданская позиция очень сладенькая. Город не любите, заниматься, как положено, не хотите, вот только отдыхать, зарплату получать, ничего не делать. И мусорский плохой, потому что постоянно его боится. По одной басе запущу, что его посадили, по другой басе запущу, что он 60 миллионов украл денег, ещё конкурсы не закончились. Даже знаю, кто запускает. Могу даже комедию назвать. По информации, озвученной на совещании, только благодаря работе межведомственной комиссии, в состав которой входят сотрудники МЧС, ГОВД, Госпожнадзора, прокуратуры, обстановка в лесном массиве и окружающем город относительно спокойна, чего не скажешь о заросших травой территориях самого города. И вот мы провели вчера объезд города, объезд города, ну, волос дыбом встаёт. Южный микрорайон зарос сухой травой, то есть зарос травой, бурьяном, кустальником. Вообще, понятие, есть такой верховой пожар, но он только свойственен для леса. Мы в микрорайонах у нас можем организовать верховой пожар, потому что у нас бурьян и кустальник до второго, до третьего этажа. Всё это сухой и, не дай бог, вот даже низовой или верховой пожар. Мы не спалили, не спалили не только наши микрорайоны, но и частный сектор. Я обращаю особое внимание начальников ЖЭО и Домостро. АЗС «Атланта», автостоянка по Алексеевскому шоссе, топ-диспансер, база вторресурсы – это лишь некоторый перечень объектов, территории вокруг которых находятся в плачевном состоянии, где от малейшего возгорания может возникнуть пожар со всеми вытекающими последствиями. Спрос с каждого руководителя будет жёстким. Со вторника садимся в автобус и все вот эти определяем 4-5 проблемных места, полтора-два часа, и вот вместе с депутатами выезжали на их проблемные места. И там заодно поинтересуемся. Когда здесь участковый в последний раз приходил, когда здесь чиновник от администрации в последний раз, его нога ступала и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...